всем добра время майора на исходе что здесь пройдемся посмотрим что за города или сразу к майору ну давай зачистим чтобы так сказать полностью освободить всю территорию этой страны от издевательств легиона и армейских отрядов давай вспомним что у нас где наш второй отряд здесь баре здесь как будто бы тренирует кого-то а почему то мне кажется что все будут идти через этот форт пост да то есть давай его переведем сюда сразу я второму отрядом также у нас сова получил уровень и набрал здоровья до 90 соответственно можем о д переносить что неплохо да я думаю спокойствие под обстрелом возьмем и выдвигаемся тогда не будем ждать или подождем сколько нам по времени ополчения тренировать 9 часов да у нас уже здесь есть 8 ополченцев давай потренируем чтобы были опытные ребята замечательным и выдвигаемся о чем там живодер и лари заняты давай посмотрим они тренируются но не решительная победа да вот у нас четыре опытных проводим автобой как бы баре здесь не отдался бы в одиночку отлично баре не отдался погиб один опытный но мы получили две элитки до получили алмазы получили винтовки алмазов четыре штуки на секундочку это уже все неинтересно да давай сюда баре добавляем и пускай тут кто-то так баре грунте игорь до хотят денег баре десятка устраивает грунте тоже и кто нас игорек да еще десятку тоже годится теперь подготавливаем ополчение естественно да тут идет тренировка и пускай идет а мы зайдем посмотрим в проклятый лес видим жителей врагов вроде как не видим если у нас да у нас есть разведданные плантация немножко травы тут походу ну и все да на этом я так понимаю огромная локация да но пустая а нет что-то пугало здесь мы можем починить не знаю для чего он давай починим здесь чтобы выманить из лагеря часть боевиков а но это видимо вот отсюда вы да мы могли выманить с этого ван поста счетом того что он под нами то мы уже никого не приманим да то есть мы вот починили а нет слушай есть три человека но это очень халява посмотрим где уже у нас какой элитный боец принц прятались да но ручка не боимся даже хорошо да что он выглянул мы можем спокойно ему зарядить и тут еще один кого я не заметил вот халява конечно лари не может прострелить да не хватает мысли а почему тварь ушел могу я в тебя убить мысли стоять что это за тварь было непонятно и куда он ушел что-то вопросов больше чем ответа да понятно что ничего не понятно что здесь ничего нет идем дальше тут вроде какой-то городок да что у нас тут тренировка завершена но что я могу сказать во первых поможет лечить у вас лиска да лиска может лечить а чем она она отдыхает так почему может просто чуть подождать надо все раненые наемники заняты а остановить значит подожди грунте надо с ним снять и поставить допустим гризли да все теперь мы можем полечить грунте чтобы его не убили смотрим что тут археологический комплекс дать скорее всего опять да будет шлиман со счастливчиком в н ордом да мы находимся на древнем кладбище когда имеешь дело с местом упокоения мертвецов осторожность не помешает ну шлиман не бойся проклят проклятие она работает только на отчаявшихся кинорежиссеров вот тут мы что-то видим интеллект да нам нужен да нашли сапфиры нашли масочку чё у нас по разведке основной лагерь труп пусто нашли вона ругается он да все время что-то там место ночной засады на патруль для дневной засады на патруль ну все шлиман больше ничего это не найдешь да тут вроде все патрули да мы уже ушатали я так понимаю да нет смотри что-то а сила нужна кто у нас тут сильный молодой человек живодер да вроде 80 да у нас живодер самый мощный получается может не хватить да к сожалению она боли к больше с нами нет останемся мы без видимо маски ну ладно идем дальше патрулей никаких не вижу сюда на берег да выходим смотрим что тут берег реки в джунглях порушенные боевиками легиона пугало он тоже скорее всего пугало да пока что ничего кроме трав не вижу да никаких пугало не вижу вижу идолы но с ними никак нельзя до контактировать или как-то их активировать то есть получается на этом все скорее всего вот это дерево это тайник да если бы была разведка у нас а нет вот пугало смотри не всегда подсвечивается чиним и ждем да пока кто-нибудь придет плюс 5 к лояльности получили боевики вроде не подошли но нет так нет мое дело так сказать предложить до умереть с честью они не хотят руки идем дальше так что у нас пугало 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 да пугало я понял то есть вот так везде все пугало наставить давай разведданные о разведданные есть есть тотемы стимуляторы мне не нужны просто возьму чтобы не мешались обзорная . значит здесь по идее тоже пугало да должно быть на каждой карте будет по пугало я так понимаю да вот она плюс 5 к лояльности получили шмотки лишние разобрали но никого не убили это на самом деле печально да кто не хочет подходить но и хорошо и не надо да сейчас проверю еще разок мало ли они откуда-то подтянулись до никого не видим раз ты кого не видим значит никого нет следующая клетка грунте излечился молодец очередное пугало нас ждет выживший участник чаепития вот это уже поинтереснее да что-то новое давай узнаем так видим тайники здесь да еще хорошо хорошо я выпью чай только пожалуйста не ешьте мою душу стоп вы не тварь вас я не боюсь сдохните мысли походу с ним что-то не в порядке давай живодер очередная отсылочка видимо да к чему-то а вот смотри давай его я шлепну показывает что оконь по своим да то есть по идее тогда мне ее убивать не надо ну ладно не буду может еще встретимся вот десяточка смотри тайничка я лежал на халяву да чип который нам не нужен февларовая броня теперь вопрос по поводу треника а ты был тайник а по поводу получается угол а угол а я не вижу по идее на должно вот давай чиним тоже узнаем что тут у нас починили идем дальше так лиска лиска нам нужно шесть тысяч логово шакала то есть это какой-то блатной шакал будет я так понимаю да сейчас посмотрим так кого мы видим давай пугало вначале раз уж дошли до него да потом пойдем сюда омега гиена какая-то по наглому будем или нет я думаю по наглому чё там мучиться правильно услышу да не услышали 40 хп это вообще халява ребят подбегите поближе не хотите у нас тут а это омега давай вначале простую добьем потом уже за омегу возьмемся испытывает удивление а до этого он типа не спалился да интересно ну что ты справишься хорошо но это вообще халява какая-то на последний остров вообще да не похоже аптечка течку мы возьмем естественно вот это вот все оставим должна разобрать не давай вот здесь разберем 1 2 а дадим аптечку по за нам сейчас разведданные разда будет почти ну и все больше тут в принципе мне ничего не надо идем дальше где этот город то есть мы получается на или борода лояльность получаем или на какой город или я не обратил внимание но скорее всего на или борода плюс 2 тренируйте дальше что у нас ополчение 2 элитных 2 опытных да и 2 но баса проклятый остров что нас тут ждет френсис так вижу вижу тайник западный подступ жутковатый дом и мост да но опять девница навалили пока что я пытаюсь найти пугало да это обычно из костей все состоит но я его не вижу может ты запугала будешь до пугал я не вижу это выход это река и тут какой-то непонятный чувак мне передали что мама зовет меня но было уже поздно она оставила записку похороните ее рядом с папой но я не могу отыскать ее могилу я знаю что похоронили где-то в этом лесу неподалеко от реки недалеко от реки могилу своего отца который находится где-то у реки так а мы нашли калаш 8 8 на 8 до патроны будут улетать только в путь но медикаменты собрали давай поищем здесь может где-то быть да давай попрыгаем через мост об красавцы давай по два еще раз молодцы ну рассчитываем на наш интеллект до что мы что-то найдем пока что я не понимаю да где может быть могила вообще не предположу даже хоть какие-то идеи вот это как будто бы дать река так вот она шла потом налево то есть здесь пуск был понятное дело давай пойдем по реке вот тут у дерева до похоронить чем плохое место тут что-то могли тут вряд ли конечно непонятно то есть не пугало нету ничего до жратва только есть пулемет даже без патронов здесь уже это явно не у реки еще раз секундочку смотрим что нам надо посмотреть заметки получается до заметки проклятом лесу живет ужасная тварь францис ищет могилу отца которая находится где-то у реки проклятом лесу а ну то есть это не факт что здесь да он весь проклятый лес а где река у нас тут вот здесь выглядит как будто река да ну давай вернемся это логово шакала то есть как будто бы не проклятый лес давай по-быстрому пробежим но реки я тут не вижу да то есть интересно как я здесь ходил если я ничего не собрал да это не то возвращаемся проклятый лес да да 16 проклятый лес то есть это здесь где-то и вот это вот река ронина реки вот вряд ли вот этот тайник да это и есть могила и кажется странно бы было внутри нет то есть прямо около дома по идее вполне вероятно да что где-нибудь вот за домом была бы могила никто ничего не видит но я не знаю я все я около реки все обошел я прошел всю реку да и они ничего не нашли хотя сюда можно еще да она могла вот сюда уходить зажечь костер а вот это вот мы пропустили да возможно это что-то значит и главное не подсвечивалась да пока я не навел так и что получает 14 штук медикаментов что это дало костер мы зажгли давай с фрэнсисом поговорим она оставила похороните рядом с папой все я понял тебя ну я зажел кость зажег костер что это дало скорее всего это было очередные до выманить из форпоста легион ребята устали уже искать могилу как могила тут даже ничего не выглядит что что-то было похоже да на могилу у реки заросла может быть конечно тут уже все тупики эх сорян ничем не могу помочь тебе друг мой давай отдохнем поскольку минус 1 штраф в принципе не так страшно да мы сейчас все равно отдыхать будем после битвы с яростными львами да ну хотя не лучше отдохнуть все сейчас еще эти на меня выйдут блин вроде успеем до проскочить давай не успели ну давай по-быстрому ушатаем раз такое дело раз они хотят отсюда дойдут сейчас встретим нам не придется вторым составом с ними драться до подходит а ваги я наверно в первую очередь убиваем мясников их много довольно туши гранат чутоке они разбежались да смотри одни милишники это неприятно конечно я думаю справимся в принципе да соточку здоровья у них много да блин сотка это конечно жестко так лари два раза выстрелить может наверно по гиене да далеко ну давай тогда сюда попробуй хорошо красавчик но теперь дело за малым за гиенами но и тут вопрос да то есть два раза вот так выстрелить торс по идее должны убивать торс отлично давай еще раз хорошо и у нас осталось лава до емди ну давай лава нет давай все таки мди попробуем сколько давай на восьмерочку в торс хорошо и попробуем гранатометчик а в голову далеко понимаю но вдруг получится замечательно есть соответственно мы сэкономили лаве очки действия она сможет спокойненько ушатать тебя а у меня остался живодер да никто окей ну что ты даже сможешь один раз выстрелить не сможешь ну что не тяжать прэнсис вышел что-то скажешь еще мне а не знаю я где-то могила я не понимаю вот костер я тебе зажег выглядит как могила да то есть меч здесь и должна быть могила около костра но тут еще нет не знаю идем дальше следующие так прерывать перемещение а вы уже выдвигались яростные львы автобоя нету да давай тоже самое сейчас изобразим о заставочка смотри какая-то что у нас тут здесь сто процентов мины будут до . обзора враги и тут уже именные какие-то персонажи западный подступ заход с фланга но с точки обзора просто ушатаем их всех и все да вижу 1 тут привяжу 2 да ну спокойно я думаю моего объем не должен он среагировать теперь за снайпером так почему ты в своего будешь стрелять не успел до белок отлично почините смотреть но этом это квест и скорее всего да поэтому бы последнюю очередь их делать кого мы видим но надо распределить чтобы они сразу нормально стрелять до могли начинаем работать нет не надо туда тебя вниз с кого начнем с живодера вот этот товарищ довольно таки далеко от всех возможно даже никто не услышит так как он помрет садо бромогу какой-то это где посмотри именной персонаж тут даже такая стреляжешь ты сможешь стрелять отлично ой блин тут пицца нахрен я не приблизил ну ладно о выстрел такой серьезный был да на косячу ну ладно чё страшно так лари выползай ложись хорошей форме он но ты даешь что это за выстрелы такие другой разговор база базой бы я бы слишком не высовывался я бы выстрел и бы и возможно даже бы прилег да чтоб по ней не могли пострелять дальше вот эти еще пока что не активировались да то есть живодер уже отстрелялся по кому давай сюда в голову выцеливай мди голову убиваешь убиваешь замечательно сова вообще никого не видит откуда видишь отсюда до блин и ты видишь именно того в кого живодер выцеливает ладно что делать кому сейчас легко правильно возвращайся давай вот так вот смотрим опытный снайпер да он стреляет дальше чем мы еще гаденыш попадает причем полови первое ранение неприятно вот это вдвойне неприятно куда встань на крышу полез но на крыше и останешься лежать проснулись да слушай ну снайпа надо ушатывать на это у нас лари есть да с двумя выстрелами отлично лари прям оптимизма мне прибавил отлично методичненько вырубаем ребят а смотри кто тут он крадется да но ему тут далеко бежать хотя вот отсюда он может уже и забраться давай сову сюда запустим его встречать так м 10 ты встанешь увидишь кого-нибудь не видишь очень жаль лава лава ты себя лечишь просто ну с тобой разберется сала ты конечно выстрелишь по нему они даже не выстрелишь ну отлично ну кто кого давай проверим да друг что-то ты не очень оказался живодеры до сих пор да еще не спалили сколько раз он уже стрелял его еще никто не видит все дело сделано пока что ничего не чиним сейчас поговорим вначале с ребятами естественно все взламываем что можем взломать а что не можем тоже взламой порох пороха у меня хватает маленькая деревушка ничего интересного и примечательного да тут я видимо не увижу механика где мои разведданные вот я понять не могу запчасти вот только там подвезли немножко это я не против конечно что это за здание такие колонны да интересно сейчас играешь в эту игру и постоянно ищешь отсылку чему-либо так у нас тут обезвредить это механика да что же там пивасик найдем да найдем калаш положим в холодильник отмычки у нас вроде еще они были да вот они но идем разговаривать с единственным вообще человеком кто тут хочет нам поговорить да с нами поговорить видимо ему надо будет помочь ой блин что-то я не увидел что он красным подсвечивается неприятно а кто у нас получил м дачу лицо 1 не страшно давай кустой это было не дурно сама тварь бы не смогла и убить их быстрее так тварь это она а что разве не все женщины твари хочешь об я тебе рожу кирпичом украсила нет нет я пошутил женщины они все нежные цветочки но все я пошла за кирпичом ну твари тоже иногда могут быть славными случае конкретно этой тварью прошу иногда читать как давным-давно а вы не можете дать легионов тут в основном остались одни старики до коллег мы не солдаты посмотрите на меня я старый механик я умею собирать машины они разбирать людей возможно вы смогли бы научить остальных стрелять нам нужно ополчение много вас проблем с легенд у меня-то нет но они захватили всю молодежь и заставили их нырять за алмазами в бель о вон там за рекой у нас моим бывшей женой детей нет а у других есть и они очень волнуются а разве тварь не может освободить бель о ну а да конечно иногда та еще заноза в жопе уж кому как не мне об этом знать но с таким заданием даже она бы в одиночку не справилась мы освободим бель о правда а вы сможете всем попрятаться по подвалам ураган норма надвигается на город слушайте если вы соберетесь освобождать бель о я думаю что смогу подогнать вам неожиданное подкрепление типа тварь нам поможет до увидимся я так понимаю что тварь это его жена скорее всего в чут мне кажется что тут посмотри на механика джакузи гигантский самогонный аппарат в одном нравится жаль вы не видели моего авто рыбака который мог еще и перематывать кассеты увы легионеры сломали его когда пытались вытащить свою утонувшую лодку значит сделаем вот таким вот образом что чиним все что можно починить отбираем все что можно обобрать потому что мы то будем ополчение тренировать правильно а за помощь надо платить естественно давай фаза иди чини здесь а ты смотри угол а опоры установлены рядом лежит кабель питания ну так на холме стоит жуткого вида пугало включай куда здесь легионеры появились опять смотри там до какого хрена старик твое чертово пугало опять светится сказка лишь тебе разобрать нахрен эту дрянь о нет уже поздно она почувствовала тварь что же делать а вон тварь идет смысл в каком смысле уже поздно все кончено мужики все кончено рехня нет такого человека которого я боюсь нас караули тварь и это не человек где аниме так под быстрее подбегайте а сверху мы расстреляем их всего три человека до 4 а вон тварь давай фаза ложись так тебе будет легче попасть хорошо а нет слушать там еще дальше есть люди но мы так даже такого расстояния я думаю да попадем так что чего страшного давай добивай хорошо следующий у нас кто лари почти свободно смысле свободно наведялись давай пытайся хорош о нормально все всех убили кроме двух пускай не подойдут до тогда мы с ними поговорим у меня пессимист надо посмотреть что стрелишь нет ну ладно пропускаем к они подходят поближе тебе уже вроде можно да будет стрелять хотя не факт они за забором стоят что тварь просто улыбается что ли я не понимаю хорошо так давай лари попробует два раза до еще разок ну почти с усовые 20 д как вам такое илон маск что с тварью можем поговорить да теперь ну грешные души заблудшие во тьме не боитесь твари получаем опыт да это вы тварь да тварь это всего лишь старушка которая защищает своих близких притворяясь мстительным лесным духом не стоит недооценивать старушек они не так просты как кажется пять баллов блин мы просто хотим поговорить так вы для этого позвали тварь просто поговорить осторожней тварь может решить что вы плохие детишки но я вижу вы уже убили тех кто угрожал подопечным твари поэтому тварь будет спокойной и ответит на ваши вопросы так вы что-то вроде супергероя нет я просто старушка которая убивает людей чтобы спасти друзей и родных а свободное время печет пирожки я вас не осуждаю но это хорошо вписывается в типичный психологический портрет серийного убийцы вы здесь живете уже нет раньше я была замужем за этим раздолбаем владом но он предпочитает жить в грязи потому что его интересуют только его чокнутые изобретения неправда еще инструменты а ты со своей уборкой вечно прячешь их так что я не могу ничего найти только потому что ты не заглядываешь в самые очевидные места инструменты должны быть там где я их оставил в грязи эх как бы то ни было несколько лет назад когда нашу усадьбу затопило я переехала в маленькую лесную хижину там намного лучше ага так интеллект соточка у фаза да ну давай вначале узнаем в той усадьбе осталось что-нибудь ценное да у меня была своя пещера и даже прототип костюма твари который мне сделал влад для меня это было как свадебное платье только круче ой не надо сентиментальности новый костюм намного лучше сомневаюсь что тот костюм уцелел а вот деньги и алмазы в сейфе могли сохраниться мне они больше не нужны я уходил из пешки поэтому с сейфом придется повозиться если вы готовы поплавать я скажу вам куда нырять а где находится ваша кижина бой боитесь сами искать ее в проклятом лесу и правильно там затаилась тварь ладно вот смотрите на карту заходите я пирожков испеку выходит тварь просто рожка да я просто старушка крепкая упряная и выносливая как и все старушки я уже много лет гуляя по этим лесам и убиваю людей с оружием таких как вы поможете нам с легионом я да ты в своем уме я простая старая усталая женщина которая пытается сберечь тех кого любит мое место рядом с близкими я должна их защищать зачем мне гоняться за легионом если на них могут напасть прямо здесь этим вы поможете другим людям ну надо признать вы дали хороший пример показав нам помощь как бы то ни было мое место здесь мои близкие нуждаются в защите но если вы позаботьтесь о моей деревне сделайте ее счастливее безопасней заходите в лесную хижину может быть я передумаю пока помните видите себя хорошо иначе тварь придет за вами и вы даже пискнуть не успеете как захлебнетесь своей кровью а вируа да это нам еще предлагают до одного помощники майор они пробрались проклятый лес и вызвали тварь тварь это что самоходка какая-нибудь нет это демон превращающих своих жертв шутки и пугало какого хрена ты а ясно они используют местные суеверия чтобы вселять страх во врагов психологическая война не дурно не дурно я так понимаю может вот это все проклятый лес может быть да давай посмотрим где ее хижина находится да вот еще проклятый лес то есть это все проклятый лес а вот могила да я понял тебя что тренируем во первых лечимся во вторых тренируем ополчение раз нас попросили md да кто и лари может ополчение у нас а вас фазы нет фаза у нас будет чинить давай автовыбор дальше что дальше все у нас максимум натренировано тут ополчение больше не может добыть 62 то есть вы просто проживайте мой хлеб да грубо говоря ты получила опыт и куда тебя и вести вопрос ловкость а то есть скорее всего и наберешь быстрее 90 что тут можно взять а так прервание с помощью оружия когда противник промахивается по персонажу вот это неплохо давай возьмем можно и киллер взять тоже критические попадания с прерыванием так фаза починила все еще осталось вин . 6 часов 4 часа годится ну давай зайдем спросим они хватит там это или нет да точно чувствуете в безопасности требуется ополчение новички вот у них появились давай поговорим хватит ли ему 4 или он хочет больше теперь когда вы обучили вооружили моих соседей мы все стали опасными тварями ей больше не придется о нас беспокоиться расскажи нам о твари она-то она кровожадное чудовище а по совместительству моя бывшая жена и судя по всему человек тоже бывший но реакции ладно значит она нас не слышит я в общем так скажу у нее сердце воина и душа ангела и пускай мы развелись я всегда буду помогать ей защищать наших людей как вы створю были женаты да я был женат на этом чудовище не то чтобы очень редкий случай если подумать но вообще выходит что я тогда красавица что ли и смеется так вы инженер скорее изобретатель я люблю создавать и доводить до ума всякие устройства пока не заработают результаты иногда бывают совершенно непредсказуемыми и это лучшая часть работы знаете что если принесете мне запчасти я что-нибудь для вас конструирую гарантирую это что-то будет работать но не могу обещать что это всегда будет то что вам нужно сделай для нас кое-что давай сделай а к 47 да вот так получается беру кучку запчастей кручу в руках и бам получился автомат калашников час я хочу посмотреть сколько у меня запчастей до вначале принципе у меня их много должно быть имущество отряда до калаш разобрать сколько я думаю раза но четыре раза попросим я не думаю что он что-то сделает полезное да но чисто просто посмотреть что он может видите я нашел на кожаную куртку несколько бронеплит на какое-то время она обеспечит вам неплохую защиту а еще на животе есть подставка для стакана чтобы было куда поставить кофе пока вы шинкуете врагов кевларовое жилет да и 20 20 запчастей он нам вернул дать при о высокий 75 запчастей ну-ка вообще это должен был быть тромбон я просто настроить его не смог впрочем с некоторыми модификации он вполне сможет работать в качестве гранатомета иди сюда детонка мамочка тебе обнимет рпг-7 до доставлен предми а это наверное доставлен что я отдал ему ну ладно это все конечно глупости да вот рпг-7 он нам дал и и кевларовый жилет 70 да то есть как будто бы он да то есть а что за прикол тяжелая броня меньше чем кевларовой возможно из-за того что там подставка да похуже окей мы выполнили задание мы молодцы с вами можно отсюда двигать дальше получается что нам надо сделать освободить родных и близких и после чего могилу найти здесь можно отсюда подняться как будто бы да вот это я так понимаю лестница но мы пойдем через эту часть чтобы выполнить вот этих два квеста но вначале зачистим до 18 так автобоя нам не дают и прикол да не говорят что освободить родных и близких от легиона а этим риском владеют военные казарма охранников минометчик а сейчас ты мне мозги будут будешь компенсировать но тут ты один санитар да как мы пойдем здесь слева поднимемся до убьем главное сейчас не спалить столько так санитара главное убить сейчас сразу чтобы он не успел поднять полин ну короче беда всегда спалит или нет вроде пока нет ни фазы скрыты перед дислокацией да сейчас будут поливать по нам с минометов так но тут мы еще получается спрятаны до нас никто не видит то есть можем спокойно проходить накидывать по живодеру будут так что у нас тут лава более трех раз ранит трех противников в голову о блин а если тварь убьют это будет плохо а и убьют это тоже бред конечно полнейший минус 15 лояльности если она здесь появляется то надо пробираться наверх я просто хочу ее я хочу ее взять в команду так что давай-ка перезагрузимся мы уже смайли потеряли и что нам надо сделать в таком случае нам надо нам надо встать вот прям в центре здесь где-то и принимайте огонь на себя получается в идеале конечно подняться сюда и здесь до начинать драться мне кажется здесь она будет все время спавнится да то есть да надо вызывать огонь на себя просто в поле становиться и все давай молодец слава в упор не попала по красоте сюда то мы закинем гранату грал главное тебя убить да вот сварь появляется когда первый раз проходишь естественно ты не знаешь об этом лари надо подходить закидывать наверх только что одного ты можешь двоих ну давай двоих годится а вот еще есть ну желательно до шумала как можно глубже затесалась куда-нибудь до чтобы ее не видно было ну что добьешь ты его в торс я думаю отлично здесь надо разбегаться то самое опасно даже не знаю бесплатное перемещение да то есть ходим так себе надо всех рядом с тварью убивать наверное так самое правильное будет решение вот ты видишь это очень важно возможно то есть сова бесплатное перемещение вот так ты видишь да отлично ну давай торс пробуем три раза в торс по идее может и убьем да почему недостаточно да смысле я там же считал тебя было 16 а д ай блин я же прицелился давай руку мы тогда прострелим отлично ну тогда можно уже не разбегаться в принципе пулеметчика хотелось бы убить у меня м деда хорошо и у нас что осталось нас остались вот такие вот варианты давай пробуем выцелить голову далековато да неправильная цель ну что руку отстрелим ему или нет ну смотрим ага тут еще санитар один был в любом случае сколько мы получим ранений неважно плюс у нас еще молниеносные рефлексы есть главное чтоб тварь выжила да 2 молниеносный рефлекс работал у совы еще молниеносный рефлекс есть лизу могут нормально так у совы же был вроде нет видимо нет но у него есть зато дополнительное здоровье да друг не завидую я тебе сейчас две пули в голову прилетят главное чтобы она не вылезала сиди где-нибудь там брат ненько но джи бошит она жестко на самом деле ну что начинаем с лари первый пошел второй только в руку да можем выстрелить даже в руку не попали md md видит пулеметчика да но ты видишь и вот этого товарища он довольно таки далеко давай на восьмерочку вы стали хорошо еще сможешь тогда также выстрелить пулеметчика 38 до в голову ничуть и а за тоже до видит мало кого не только лишь всех видит а я кстати чуть не убил до тварь в самом начале она оказывается наш союзник все последний остался живодером надо подходить на случай если она дурочка побежит правильно нас может рвануть туда вроде как залезть она никак не может подставиться под этих ребят поэтому здесь об стать я не могу до обновить рефлексы так сказать хорошо главное по твари тварь не стреляй убьет видно было что жесткая сколько вас тут два снайпа два снайпа да но я думаю кто у нас тут md самый быстрый и сова наверно пойдет душа тут ты видишь да как будто бы так всеми подходим что мы знаем как тупят снайпера да они никуда вылезать и будут а я же забыл про лаву того подставил лавы же надо было в голову выстрелить там два раза ранить сколько 03 ну да всего два бойца осталось хорошо ну живодер залетает он ничего не боится как и сова ну я думаю даже не буду остальных двигать что будешь стрелять не даже стрелять не будет халява хоть какой-то был рон нанес бы мне кто у нас живодер чё у тебя там было по метки с 93 давай добивай в общем тварь больше мешает чем помогает к сожалению да теперь надо еще думать чтобы ее не убили сейчас мы тут посмотрим что медикаментов куча сотка и не надо у тебя все есть лава что у тебя там по медицине и не нужно тоже бить когда разбираем 82 уже я не вижу вообще никого да а вот тут заставляли работать мы захватили приск до четыре с половиной тысячи но что-то я не вижу вообще никого обивка да вот обивка меньше дает чем пластина ну давай поищем людей живые души души что тут а мне уже ничего не надо в принципе да не все есть выдвигаемся тогда сюда не пойдем пойдем назад как вы станет сюда надо забытая могила берег реки в джунглях крокодилы тут скорее всего будут да хотя может они будут ищем могилу трупу трупаков смотри сколько накидали охренеть трупа приплыла откуда-то выше по течению да выше по течению соответственно кто-то казнит людей ну где это могила подсветит мне или нет разведданные есть у нас причал обзорная точка да про могила ни слова порезать кусты мы не можем или можем до мачете надо где могила то ребята я все бежал здесь что ли да нельзя подняться возможно тут она заросла да но мне кажется вряд ли они такое делали как могут еще раз проверю где-то у реки а здесь я пугало да не отремонтировал но я не вижу никаких могил нигде никакой подсветки нет подсказ ничего нету суря сорян мужик что я могу тебе сказать если было явно шел давай сюда пройдем может тут что-то берег реки может может еще здесь будет требуется три убийства до по звукам зомбари давай тут пройдем вдруг зараженный ну да без безмятежный зараженный ходят они все милишники то есть в принципе просто вот слишком близко друг другу не встаем и начинаем расстреливать только закончились гранату лари можем поджечь их но это смысла в этом нет чисто по приколу только на давай сова услышал не услышал следующий подходит а ладно просто идите ко мне давайте ребята что мне было легче их расстрелять мы уже на таком уровне что нам уже эти тихие убийства не нужны просто ложишься и расстреливаешься все что движется мари вон вообще джебошит по два выстрела заход и горя не знает смотри выдержу все нет и все ну ждем сколько еще желающих последний вроде прекрасной форме смотри как бегает давай фаза тебе прокачаем что у нас там а с пулемета пулемет пожалуй убивать не будем все осматриваем кто-то якобы пытался похоронить эти трупы до на брезенте раньше было больше трупов но кажется кое-кто из них встал на очередные улики судно гружено мертвыми телами оказалось выброшено на берег операция нужно похоронить мертвых все реки в секторе берег реки до 20 пока болезнь не распространилась как мне это сделать мне надо это попросить кого-то или самому сделать лопаты я вроде еще не находил этой игре операция написано с русским языком чё блин я туплю похорон и мертвых давай раз два три четыре семь часов а фаза как раз починит предмет но готова получилось несколько проще чем казалось да получили опыт фаза 7 уровень взяла интеллект у нее сотка можно ей ответный огонь также до взять и гуна не берем наверх мы можем сразу попасть получается уже майору ну давай выполним по бочке в начале когда возвращаемся до 19 начали вас мы перехватим давай еще раз быстро я пробегу вот я тут кстати не осмотрел лодку откуда это ладья ждет когда на нее погрузит мертвецов погрузка трупов на ладью операция да еще одна ну давай операцию проведем также продолжим ремонтировать дожди секунду отменить чума фаза база будет чинить все проводим операцию посмотрим что это будет что это нам даст неизвестный противник ну давай в бой ну в принципе ничего страшного да вот так вот встаем не успел я спрятаться раз два три четыре как насчет подработки фаза горит ну четыре зараженных пять не страшно давай положение лежа просто начинаем работать все выжил гаденыш посмотри первый готов второй я надеюсь тоже готов отлично так с лари ты с дальнего начни и тоже вопрос хочется на восьмерка на восьмерку и у нас максимальный до метки плюс один наконец-то уже 84 до если помнишь мы начинали меткость было у него 60 неплохо прокачали так 713 до совая фаза еще есть сова может по идее два раза выстрелить на восьмерку раз и здесь на восьмерку голову два соответственно фаза просто добивает а вот так даже плюс 5 к лояльности плюс 10 лояльности загрузили до тварь даже ничего не успела сделать давай продолжай искать могилу до нашел я могилу вот она и к сожалению без мачете да мы ничего сделать не можем ну что тогда идем дальше в риск зайдем уровень лояльности у нас соточка здесь нам надо пугало до установить кто у нас тут лава лава уже больше денег да хочет насколько на 300 баксов где у нас хрон и есть может быть второй отряд у вас есть кстати у игоря дома чете есть давай тогда мы игоря отправляем сюда а всю команду отправляем на случай какого-то замеса тут мы нам надо найти пугало а вот и жители до вылезли как вы помните их не было где пугало мне надо найти пугало ребята все не то азармы я пугало здесь хоть убей не вижу а во вижу отлично плюс 5 к лояльность там уже плюс 110 должно быть по дороге нам надо убрать сеть ребят да а тут еще тоже да вот есть кустарники ну ладно этим займется второй отряд мы идем наверх встречать надо ли нам сюда заходить здесь вроде ничего да от нас не требуется ну давай на всякий случай поговорим нашим другом инженером рук он что-то там вспомнил сомневайся конечно в этом кустарь влад расскажи что-нибудь интересно спасибо да все увидимся окей нет так нет ну давай идем сюда стрекозы вижу отряд легионов интересно убьем ли мы этим отрядом вот этот отряд не уверен что стоит это делать им есть чем заняться им надо могилу искать так тут у нас пугало опять до поляна тайник поляна тайник что тут опять гранаты пистолет глок спасибо большое но где пугало вот пугало отлично чиним лояльность получили можно убедить сражаться да но хочется вот этих убить штурмовиков начали потом сюда вернемся давай так второй отряд добрался до реки давай проверим кусты у всех тут уже лава лапы давно получены то игореха что у нас тут могила отца заросла францис был бы рад узнать да то есть мы сразу же ее нашли устами сорной травой то есть получается нам надо пойти рассказать 608 автобоя нет очень жаль о здесь какой-то заход слушай интересно ущелье ну давай уже чую мины прям ловушки все как я люблю нормально все по плану это чисто чтобы здоровье побольше было сейчас мы полечимся здоровье больше станет но я не ожидал что они прям здесь будет я думал ну подальше чуть-чуть хотя бы ради приличия и главное всех заделал посмотри ну хп шик стало больше по крайней мере на этот бой ларе пускаем вперед скорее всего тоже заминирована да будет где скрытность но я тут пока что ничего трогать не хочу да красно обезвредить и здесь обезвредить так обезвредить это у нас то это у нас механика то есть и там и там механика кого там уже палят нас да давай убьем не успел нажать ребята мы просто посмотреть зашли что вы сразу начинаете нервные какие-то молодые люди а вот собираешь стрелять так лава никого не видит а ты тут вот прям спрятался тебя-то я не приметил моим дорогой друг а чё ты тут забыл то живодером я бы вошел наверное самых неприятных милишников убиваем сразу вот именно поэтому гаденыши отстреливаются с дробашом вешают кровотечение куча всяких неприятных вещей так мди подтягивайся фаза фаза а у нас еще лари может пострелять да но он не видит лава лава ничего и не увидит она закроет дверь лучший проедет все свои очки окей я понял тебя друг мой не повезло тебе скрытый ход а точнее все видимо мы всю карту спалили точнее вся карта спалила нас справа тут какие-то баррикады они справа не пойдут соответственно они пойдут слева счетом сколько этот скрытый ход идет то их довольно таки многое так понимаю давай в линию выстроим просто их всех ну что лава в этот раз проходи у нас м где остался где можно вот сюда куда-то есть я псовой даже в наглую пошел бы что я в принципе уже ничего не боюсь и хотят да парик даже выстрелить сможет по бочке и слушай вот если они за пулемет сядут это уже будет страшно ватенько элитные тут ребят сейчас дробаша прилетит в лицо садиться за пулемет да но не приятно но не смертельно нормально джебошит как они попадают тайна покрытая мраком гранатометчик без гранатомета да да их много там начнем с фазы убьем вначале милишника там их очень много и они еще успевают пострелять интересно раз два три четыре пять шесть только я шестерых только вижу да сколько еще скрытых ну что лава ты начнешь и дальше всех лежишь ты мало кого видишь давай скажи класс а ложь хорошо теперь фазу она видит всего лишь одного меня это устраивает если она его убьет отлично ну и теперь сова должен лечь и через отвлекающий выстрел снять овервотч ну или чувака ушатай тоже как вариант ладно ты пока отдыхай готов да что лаве можно подставить хотя зачем он подставлять он два раза выстрелит он лучше убьет дух я сказал убьет хоть кого-то я понял лари надо было подставлять мди еще у нас может пострелять бесплатным перемещением и тоже кстати два раза дать девяточка на восьмерочку но я думаю сможет он отлично первый готов второй готов и сова тогда просто выцеливает вот этого чувака вообще в ноль посмотри только у лавы 2 очка действия осталось вставай немножко ребята подтекли гранатометчик без гранатомета подходит таких мы не боимся но прощение что справа кто-то ходит но там баррикада там не должны они как пройти сова уже дополнительное хп восстановил да так что ему вообще насрать ну что лари перезарядить дадим им дадим ему реабилитироваться в наших глазах хоть в торс ты можешь попасть до чем по ходу ему там книжка давит на мозг опять да может он ничего не употреблял случайно перед боем слушает еще не все да мне такое ощущение что здесь кто-то ходит давай попробуем эту бочку взорвать а вроде нет никого до пещера может какая-то хрен знает ладно просто но вырвать можно естественно поставить почему не до лава подходит ждем раз два три три человека еще идет хороший выстрел патроны закончились кстати нормально он там своих бей чужие боятся будут и скрытый ход противника это все еще не все охренеть сколько же вас там база давай попробуй поста не можешь да в кого можешь чем показывает что ты можешь стрелять если ты стрелять не можешь можно узнать ладно это херней страда стреляем на начале теме кто могут попасть тяжелое ранение нет блин чужие такие крепкие то ну что ларик тут тяжелое ранение на пятерочку попадешь ладно что с ним произошло я не понимаю алё принять я в шоке давай живодер выходи ложись сколько у тебя 13 да то есть два тяжелых ранения давай в торс убивай спокойненько выцеливаем что тут при смерти торс выцеливаем но вы ничего не видите то есть смысла нет асу можно овервотч поставить и совой тоже выцелить но не тебя а второго а тут вы оба ранены то есть я пострелил не к пострелял на никого не убил но окей если они подойдут они умрут место будут стрелять тогда могут не умереть тут же гаденыш всех по чуть-чуть пока это покалечил о минометы пошли это поворот спасибо первый готов бледный крокодил но нормально я там это самое разобрал до баррикаду я тут еще тирк крокодила не хватало помимо минометов еще и крокодила я деныш выживает здесь что здесь надо бежать вперед пытаться еще при этом убивать народ хорошо неплохо конечно что снайпа заберешь не видишь да хотя показа показывать что видишь ну давай насколько те сколько тебе надо на выстрел 10 д то есть на 4 д ты можешь вперед пробежать до хорош давай лари ты сбежишь дальше всех нам надо минометчика найти что довольно таки далеко дайте кого мы тут увидели а вот и наметчик да отлично а у тебя рпг нету случая нет пулеметчик окей главное чтобы вот этих ребят не зацепила нормально отрезали мы правда их от основной группы но это не страшно минус 2 бедному лари сейчас достанется но у меня тут есть сова да по идее мы их убиваем вход тут тоже это действие спровоцирует атак прерывания да и препятствия написано что надо сова выводить я понимаю что я подставляю да но мне надо стрелять именно по пулеметчику мне надо стрелять вот этим отвлекающим выстрелом в руку хотя бы все замечательно до сняли теперь тут а тут и видим дамы вообще а у нас перезаряд надо пытаться добивать в руку с этой позиции мы в голову могли стрелять а ты выйти не можешь по идее ты должен в голову убить у него нету да у него нет шлема никакого и это еще не все вас я не трогаю что вы случайно не отравились бы газом на еще один пулеметчик на разложиться не успел да отлично сколько я уже тут убил я уже сам и сбился со счета и это еще не все но у нас тут но нормально с этой позиции 9 до 10 до а живодер жива до жива дёр отсюда да сможет пострелять давай пробуем на дурачка да вдруг попадем отлично ну сова давай тоже тогда стреляй вот у тебя у тебя 10 у д как раз будет хорошо пошло кто опаснее опаснее наверное снайп он больнее пробивает тут стоим газ не ушел мы уже втроем просто идем и всех ушатываем даже вся команда не нужно ну сове достанется немножко конечно а может и не немножко говорит что ему было больно но мне кажется что он обманывать опять же отвлекающий выстрел нам поможет бесплатное перемещение подходим на максимум что в два раза выстрелить и надеемся что это последние да наконец-то давай через карту сразу посмотрим что тут есть ну пулеметы алмазы да ничего в принципе интересного берем здесь интересно получение может тренировать нельзя да что давай лари за по и вот это было близко хотел сказать давай лари запустим на мины проверить тут все вообще понять что здесь такое что тут тут аптечка разбираем это выкидываем хорошо да мы тут взорвались если тут что-то интересного есть топ тоже как они здесь вот интересно ходят если они так мины расставляют я бы не стал так расставлять мин это жесть когда это твой лагерь просто в лагере мина стоит что за дичь адекватные что люди мне кажется не очень все тут больше ничего нет до сюда мы забраться не можем тогда тварь да нам надо к тваре зайти слушай а тут каждая точка смотри занята легионом что у нас тут где 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 но мы же нашли уже да уставшие давай отдохнем тогда пойдем расскажем про могилку сразу вторым составом вот он непривычно к с другого места появляешься блат свалился что ж ты такой рукожоп так вот где была его могила наверное но и к лучшему здесь его будет охранять тварь он сможет упокоиться с миром 5 лояльности теперь покоятся с миром мы молодцы возвращаемся md да где сейчас денег больше попросит как игры за да уже 6 110 ему мало но уже подала еще тебя тоже через 12 часов 25 тысяч уже офигеть легенды столько не просят вообще конечно ребята охренелись такие деньжи щупать у вас это просить даже фаза вон просит денег блин ладно отдыхаем не в состоянии усталости замечательно здесь вот встанем просто расстреляем раз два три четыре пять шесть но за два входа попаданиями в конечности выполнять не буду да потому что я буду просто в голову расстреливать и все папаша бэкс ты нам поможешь или нет ну что ложимся тут по красоте слушай фазы бы от назад от пол потому что у нее хп мало давай отсюда откуда будешь работать по тебе будет сложнее попасть да давай ты начинаю вот видишь только одного по нему и стреляй лично соответственно фазу больше никто не видит меня это устраивает вот эти два могут и увидеть поэтому их в первую очередь надо убивать тут надо 8 и 7 до выставить два раза первый пошел 2 надеюсь тоже замечательно уже трех минуса 0 дальше дело за собой он может на восьмерку два раза выстрелить выжил посмотри живодер к сожалению да только один раз может выстрелить поэтому он будет стрелять кого-то другого лари лари может выстрелить два раза да то есть на шестерку по идее ты должен убить при смерти вот этого теперь спокойненько добиваешь на максимальные очки действия там даже на семерке было но варик что-то не хочет попадать последнее время ждем один раз по нам выстрелит так ли на линии до огня хорошо встали ну что папаша бэкс мы уже нашли сокровище не зачем даже сейчас не зачем вам было убивать этих бандитов такой умелый охотник как я сам бы справился в аджане одни умелые охотники до пустозвонства быть фермером скукота есть дела поинтересней высадить тварь и найти сокровище не лезли бы вы не свое дело увижу кого копающимися под могилами d под моими деревьями сразу пулю в лоб просто сразу в лоб я охочусь на лес браконьерс вот я сразу пулю в лоб это мой братец послал вас искать папашин деньги забудьте чтобы выстрелить сокровище нужно быть настоящим следопытом ладно балабол короче а раз ты балабол то мы все у тебя заберем ладно гранаты можешь себе оставить медикаменты возьмем конечно же все тут разведка у меня есть меток тут никаких нету восточный подступ амбар на идем дальше что у нас тут нас тут новое пополнение вместо кого вместо лавы наверное второй состав прибыл до назад вам кстати делать-то и нечего на самом деле починить ну вот разведочку разве что остальные пускай отдыхают но тварь там уже мы просто сделали все что можно для твоего поселения так что давай присоединяйся жутковатый дом высота о привет деточки как там мой влад расскажите нам о тваре большую часть времени она спит логови но но иногда луна светит слишком ярко ошейник дает слишком сильно и тварь не может уснуть тогда она покидает логово и бросит по этим лесам пока не утолит жажду крови и убийства мы с этой тварью чем-то похожа хочу на нее поохотиться зачем нужны эти пугало они нужны чтобы усыплять тварь напоминать ей что бывают и добрые люди так вот где же как живет до большую часть времени я просто безобидная старушка это очень выгодно тебя никто не принимает всерьез пока не станет слишком поздно а что это за пирожки до угощайтесь на дети надеюсь вы найдете их волшебными грибочки давай жрем все давайте берите еще отведав моих пирожков вы не заходите уходить из этой хижины здоровое питание получим вы поможете нам с легион да теперь мои близкие безопасности я тут подумала как думаете какова моя единственная награда за то что я стою с тварью просто возможность быть тварью теперь я дам себе волю и покажу свою натуру всему гранш йону но пока присматривайте за владом иначе тварь до вас доберется а так она не поможет защищать проклятый лес но она не присоединится ко мне но нахрен ты мне тогда сдалась такая еще за тебя до переживает чтоб тебя не убили да она не присоединится к нам это мы у нее возьмем да это ей не надо посмотрим что за пирожки она нам дала это выбросить тебе надо кстати дать нормальную до птичку здоровое питание просто здоровье повышает кому я в фазе повысил здоровье это лава да лава я не хочу я хочу чтоб фаза прочитал ну что вот эту аптечку самди да махнетесь 5 образцов вируса мы собрали жалко что уже некому их отдавать паркур смотри проворность 90 до давай живодеру прокачаем когда он что-то сможет изучить еще интересного до 80 до отлично шлем непонятно зачем у нас вообще лежит все больше вроде ничего нету весна пластина вот эти может соединить посмотрим да вот допустим здесь уже можно вставить пластину где еще тут раздолбали мне армор посмотри три осталось годится что в перехватывать или нет наверное не хочу я их перехватывать давай лечение ран фаза лечить не будет хотя да не будет фазу будут лечить она будет чинить она не может чинить если фаза не может чинить тогда пускай она лечит 6 часов получен оазис бла-бла-бла годится давай продолжайте все вылечились идем b17 оба ну ладно придется все-таки штурмовиков до убивать или же починить предметы все-таки сколько 12 часов давай отремонтируем чтоб проблем не было но что такое тут есть какие-то поломанные вещи есть получили ранения до сразу полечим тут у нас идет ремонт опять же автовыбор ладно что она уже не будем учинить идем теперь спокойненько навстречу штурмовиком штурмовикам 4 гиены 3 милишника а тут чего вот на правой не могу свернуть сразу слушая против 22 не хочется драться а хотя давай чё 22 человека решительная победа а мне даже интересно автобоем подраться до решительная победа давай посмотрим и посмотри даже никого не закоцало автобоем в тобой лучше меня подрался чисто прикола ради покидаем до минометом только надо подумать какими напоследок последний бой будет с майором пошевыряем немножко ну что лари критические на 50 урона больше 30 процентов больше эффект перестает после промаха до воодушевление если вами выполнены критические попадания 2 2 крита за один ход давай крит увеличиваем у а что вот это значит три полоски снизу я думаю по прямому уже идем да напрямки майору на автобоях тут закоцали все-таки нас ничего страшного хотя все-таки лучше отхилиться да потому что мы уже помним как у нас убили живодера пробили довольно таки серьезно подвигаемся дальше щелкуны щелкаем 9 человек до опытный опыт гранатометчиков 4 решительная победа опять же автобой никто не закоцан продали продали остальное все оставили я думаю тут ничего интересного не будет да то есть давай просто посмотрим да простая пустая локация для сражения возможно внизу было что-то похожее да ну просто армия вытеснила легион поэтому ничего и не было сова да немножко пострадал лечимся только по времени это займет 7 часов фазу уберу ремонт сделаем авто выбор сейчас тоже на автомате автобоя подеремся починимся и уже будем вырываться решительная победа до md посмотри пострадал сейчас до лечится лечись чинись разведочку давай сделаем на а20 до базу естественно мы не отпускаем очень рада продолжить я тоже рад починились слушай а я понял почему лаву дамы ним не полечили давай щас и лаву заодно отвлечу я вообще не заметил что ее c20 а мне а20 да надо 17 а 18 а 20 нет ну ладно просто отдыхаем и нападаем можем последнюю операцию всех кроме фаза до можем потренировать напоследок допустим в меткости все кроме фаза правильно вот сразу единичка плюс один где получил еще плюс один учусь и все настало это время выдвигаемся blood blood мне уже не нужен хотя пускай останется до смотри я надеюсь что командировка будет по содержателям хочешь обед совался в лагере харчи готовил без проблем но я не хочу помирать со скупи давай на три дня продлим 16 человек майор воер томас гастон лепестон джек левентре зибал зибалатор но и остальные минометчики простые даже нас человек погнали нет развед данных да я понимаю спасение но вот здесь да скорее всего то есть просто поднимаемся и убиваем всех кого видим почему они устали непонятно видишь стоит пошуршать в кустах и олени тут как тут просто сейчас ворвемся успею и убить по идее никто не должен был увидеть а вот это да внимание бойцы это президент ла фонтен что-то там дальше я не услышал ага меня держит в плене так так у старого прохвоста слишком длинные руки надо будет их укоротить а пока легион на нас напали покажите чего вы стоите но вроде пока что нет все да все очнулись то есть получается можно смело валить всех сюда достанешь давай осталось их осталось 14 до давай пробуем два раза что-то лари совсем до плов 13 их осталось теперь ты да кто у нас остался база давай отсюда стреляй 12 11 давай встаем вообще в полный рост и просто ловимся к президенту эти очки действия до закончились полностью но единственно вот кого наверно фазу да я не буду поднимать пускай она по чуть-чуть ползет следующий кандидат воер томас еще вас тут вода жестко пробил кстати правда не смог достаточно сильно выстрелить где майор за пулемет пошел по ходу за пулемет от неприятнее не 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 за пулемет нормально тогда нет это другой это джек какой-то такое ощущение чтоб а это президент да но начинаем с живодером есть небольшие минусы до от выстрелов стоя конечно лари да паре может вообще пробежать вот так вот куда-нибудь подсветить нам пулеметчика может быть может и не подсветить совать тебе десятка нужно да то есть ты на 6 д может подойти отлично 5 живодер вот живодером тоже надо было подойти потом стрелять да сколько тебе одета же 10 надо то есть три воды ты можешь потратить хорошо пазочкой можно попробовать убить вот этого товарища хорошо не ожидал что она попадет ну и здесь получается 9 д д то есть ты можешь два раза выстрелить ну давай два раза выстрелим при смерти тогда в торс 130 хп на секундочку у него было и кто у нас остался лари да подходи под пулемет подставляйся майора увидели майор кстати может очень больно выстрелить зря и млек у него были рефлексы да то есть лишний удар я получу а вот про снайп да мне говорили где можно посмотреть ну как раз к концу прохождение я его увидел нормально схема рабочие давай в пристань тебя же есть рефлекс правильно до молниеносный рефлекс один выстрел ты переживешь пулемету не пошел вот эти рефлекс он прилег уже отлично со счету я сбился сколько их осталось ну что майор подходи тебе 4d да ты можешь потратить давай в руку стреляй сова сова может 6 туда потратить майора вроде не они видят чат давай запомнили да что у гаденыша молниеносные рефлексы но мы его там не видим ни хрена вот чем проблема с md вопрос что делать то у нас осталось но нас лари остался в принципе лари если встанет а ты снайпа еще видишь все снайп так вот так ты сможешь выстрелить два раза два раз тебя стрелять не надо да пробегаем сейчас совет прилетит по лицу но я по нему попадать не смогу к сожалению да у него молниеносный рефлекс все время будет срабатывать шеф и не балл с дробаша да или это это снайп интересно но md прилег до молниеносный рефлекс сработали наемники приближаются легионы я приказываю казнить пленника повторяя немедленно казнить президента ла фонтена лишите их надежды и верните нам страну слушает неприятно да надо быстрее врываться а где второй снайп то есть тебя надо убить в первую очередь хорошо md бежит спасать президента база ты можешь вот этого снайпа убить блин а что делать тогда отсюда да ты видишь не видишь а ты видишь ты не видишь блин он там а он лежит нам надо вырываться тогда прям на максималочку до лететь лари тоже проходит смотрим минометчика надо убивать ой паску спалили перед дислокация да слушай но md должен лететь прям туда тут ладно то мы убьем себя вот это плохо да тут их два на максимуме летим лари тоже туда же отправляется живодеры надо убить вот этого товарища тут мы смотри что мы тут делаем мы просто стреляем в торт чтобы он уклонился да а он не уклоняется почему-то интересно почему ты не уклоняешься на восьмерочку два раза тогда стреляем ему в голову первый раз мимо второй раз хорошо попали но это ранение всего лишь но тебя надо убивать к сожалению да поэтому сюда стреляем выцеливаем голову ну и что давай тоже выцеливай голову не дай бог они они стреляют по президенту не попал но он жив да вроде слава богу больно больно а вот веточку не хочешь получить также давай лавой пробуем при смерти в торс а где его молниеносные рефлексы что-то я не понял так там вроде еще один был да или не был мне кажется тут еще один был в любом случае вас я отведу живодера я перезаряжу и поставлю вот так на случай да если кто-то вылезет но и тут надо что надо во первых мди и стреляешь по минометчику два раза до по 8 отлично соответственно лари здесь должен не обосраться да что последнее время это у него часто получается два раза по 8 хорошо черт парни вы круче чем я думал ладно не стреляйте я сдаюсь можете потом меня грохнуть но сперва поговорим вам стоит кое-что узнать с кем разговаривать с майором да потом с президентом ну давай так славная работа парни мне очень понравилось представление хотел бы я натренировать свой легион чтобы они хоть наполовину так работали но эти чурбаны даже президента не смогли застрелить как следует зачем ты хотел убить президента честно говоря мне было все равно такие идеалисты как он своей смертью не умирают если не я то его прикончил бы какой-нибудь другой пытающийся урвать себе кусок этой страны тому же я хотел посмотреть смогу ли я поднять у парня и боевой дух они здорово ненавидели этого легко этого хмыря я подумал если они его убьют то почувствуют себя достаточно сильными чтобы убить вас ничего личного как майор я должен отдавать такие приказы мы сотрем в пашу порошок твой легион вперед я умываю руки я из кожи вон лес чтобы сколотить из них армию но они так и остались кучкой неудачников хотите добить тех кто остался валяйте они заслуживают жизни не больше чем эта тупая сука корр осон корр осон тогда да начнется же охота ты за все ответишь почему спайк ты бы же ты же был наемником как и мы так я и остался таким как и вы только иллюзий поменьше особенно с тех пор как я сюда попал я стал майором когда решил что больше не позволю другим дергать меня за ниточки видите ли изначально я прибыл сюда как наемник с контрактом ваша подруга корр осон наняла меня дестабилизировать обстановку в регионе и захватить сладкие алмазные прииски я сразу же принялся за работу может мой легион и не самая лучшая военная военная сила но дело свое он сделал и распространился как лесной пожар почему ты порвал садонис у меня была сделка с корр осон все было в черную мимо документов я захватил приски и мы с ней должны были поделить прибыль таков был уговор но это сука пожадничала разорвала контракт и потребовала чтобы я передал ей и приски и легион я сказал ей куда она может засунуть эту идею и тогда она сглупила наняла бифа эбската с его шутами гороховыми чтобы убрать меня я бы ему посочувствовал но слишком сильно смеялся никогда не отправляет добычу выполнять работу хищника это не очень-то вежливо а потом появились вы наемники из эйм и стало ясно что моему легиону не справиться с профи но вы как и я ошиблись корр осон и теперь она готова вонзить нож вам спину а можешь помочь компроматом на корр осон еще бы у меня до сих пор есть контракт формулировки в нем намеренно расплывчатые но вместе с какой-то с кое-какой переписки которую я сохранил все это будет звучать убедительно в суде вот все здесь можете пользоваться надеюсь вы прижмете этой сухих хвост вы прошли проверку на уважение получили компромат биф был твоим другом том эту чушь сказал он всегда был жалким подобием наемника и ему с шайкой клоунов из мерк давно было давно пора было столкнуться с суровой реальность я то есть на самом деле ты прав чуть меньше начинает наш уважать так проверка лидерство а ведь из легиона мог бы выйти толк да это правда я видел доклады ваше ополчение успешно щелкает моих парней напомнила мне старые добрые времена когда я и сам учил крестьян обороняться от тиранов вот черт сначала пашешь нарабатываешь репутацию становишься героем а потом а если мы тебя наймем моё майор легиона вам ребятка не по карману да и не хочу я больше никуда наниматься да с вами я бы за и за бесплатно пошел только чтобы увидеть лицо этой мелкой суки когда она осознает что все ее кошмары стали явью но вы уверены что хотите иметь дело с военным преступником потому что будем откровенны кто же я еще в таком случае лучше оставаться охотником нет да но это не единственное кем ты являешься не давай законам других людей определять кто ты есть ну что нанимаем добро пожаловать в команду но и денек точнее даже но и год не пришла еще значит пора старику спайку отправляться на тот свет вряд ли я выберусь из этой страны живым но посмотрим сколько еще я успею надрать жоп перед тем как сыграю в ящик слушаем наняли спайка а где он я хочу на него посмотреть информация наемники но к 8 уровень до зона поражения выполнить дополнительную атаку когда противник совершает прерывание стрельба боевой дух молниеносная рефлекция в артерию но статы такие механик неплохой метки хорош не ну бешеный чел и все это за бесплатно да смотри тут что у нас же когда сделал уровень 3 тут сколько дней 150 дней прошло идем говорить с президентом он сейчас очень удивится мне спасибо бойцы вы продемонстрировали выдающиеся храбрость и что-то там еще пора встретиться с президентом солдаты я верил что верховное командование создаст ударную группу чтобы найти меня и арестовать майора но не могу не отметить что он стоит тут не в наручниках и почему-то до сих пор вооружен а знаешь почему потому что у меня глаза красивые только не говорите что он был агентом под прикрытием после всего того что он натворил не будет очень сложно в это поверить спайк хочет кое-что сказать ну пускай говорит наемники но почему я слышал как люди в лагере говорили о том что полковник вошел вошел в долину с большим количеством солдат я дуд был что он направляется спасать меня и восстанавливать порядок зачем бы ему нанимать людей вроде вас и этот хладнокровное убийство он что тоже наемник я и вправду когда-то был наемником альфонс у меня осталась пара незаконченных дел так что снова в строю надеюсь последний раз но не вини в этом ребят никто этого не планировал так вот получился небольшой союз вы в порядке да это не в первый раз когда в меня стреляли кто-то когда-то давно я и сам держал в руках оружие но это было словно в другой жизни впрочем старые солдатские рефлексы никуда не делись вы служили в армии я был командиром бригады спецназа граншиона в звании полковника мы с бойцами положили конец гражданской войне когда отказались следовать незаконным приказом и вместо этого сверли коммунистическую диктатуру затем мы сложили оружие и я перестал перед судом за неподчинение приказу даже сколько-то просидел в тюрьме медом тебе там намазано что ли счастью в стране провели свободные выборы и новое правительство меня помиловал я выдвинулся в президенты и ну остальное уже современная история граншиона фошо предал вас фошо предатель это много объясняет и предполагает еще больше чем ничего хорошего правое крыло хочет набить себе карманы продаваясь молотка природные ресурсы граншиона а армия пойдет за тем кто больше заплатит когда меня похитили похоже обе группы увидели окно возможности для реализации своих целей будь проклята их внезапное но неизбежное вероломство что ж мне ясно что нужно делать дальше если они будут действовать быстро эта страна может скатиться в новую гражданскую войну мне нужно немедленно вернуться в столицу и попытаться предотвратить войну пошел повесил на нас военные преступления тяжелый урок который я выучил на войне те кто готов совершить военные преступления нередко обвиняют в том же других так работает пропаганда военного времени думаете майор был частью этого заговора нет я полагаю что он работал на себя у него была своя частная армия и де-факто он был правителем аджани я изучал его и немного знаю если бы у него были планы по свержению правительства для этого он бы не стал ни с кем вступать в коалицию но я вижу его ваших рядах почему бы вам самим его не спросить а ты хорошо меня изучил альфонс если бы я когда-то соберусь тебя свергать ты об этом узнаешь мы встретимся на поле боя и у тебя будет при себе оружие нас послала ваша дочь вас наняла эмма но разумеется правительство сейчас расколото кому как не ей организовывать спасательную операцию один господь знает через что ей пришлось пройти я не должен был допустить чтобы меня похитили это да ты просто стоял столбом от тебя я ожидал драки помасштабней пока еще раз спасибо вам за помощь желаю успешно выбраться из этой заварухи пашо использует вас чтобы придать своим действиям видимость законности столице я постараюсь вывести его заговор на чистую воду но сначала мне нужно собрать своих политических союзников и показать народу что я еще жив какое-то время вы тут в аджане будете сами по себе ага говорит спайк у всех у нас есть что исправить он говорит если бы ты меня не похитил то какой-нибудь брут пристрелил бы тебя прямо во дворце ладно тебе альфон что сделано то сделано кто знает может она даже и к лучшему прощайте бойцы желаю вам удачи ибо силы и храбрости у вас самих не занимать результат спасен время открыть спутниковую со мной только что связался папа он жив не представляете как я вам благодарна вы не только помогли дочери но и спасли страну но я отвлеклась помогая мне вы сами попали в беду и я этого не забуду посмотрим что я могу сделать для вас я знала что вам можно довериться вы спасли не только папу но и мою любимую страну спасибо за отличный пример рабрости стойкости и доблести манифейк но на кого мне охотиться теперь я не терпится рассказать папе какие проблемы я решала вместе с вами он конечно скажет что я сама их создала так что лучше скажу что тусовалась друзьями на природе я испытываю глубочайшее удовлетворение от успеха и благодарю бога что сохранил все свои конечности нет ничего лучше вкуса победы ну разве что вкус чиликон карн но он не сильно лучше ну что ж я потная устала и довольная думаю это значит что мы закончили по крайней мере здесь потрясающее задание таких напарниках как вы я мечтал всю жизнь надеюсь мы скоро это повторим мама очень обрадуется когда расскажу и обо всех своих новых друзьях и жертву она всегда об этом переживает ну что у меня так мало друзей я снова прославил фамилию долвичей мы все заслужили множество почетных грамот но сперва надо выпить за вас мои храбрые товарищи хорошо что я сейчас трезвый будь я под кайфом начал бы нести какую-нибудь фигню про зомби апокалипсис с другой стороны если бы моя пушка стреляла радугами было бы намного веселей эй мы это сделали до сих пор не могу поверить я-то думал что всю командировку проторчу в санитарной палатке а я здесь на поле боя ну то есть мерить положено быть с вами правда круто мы им вломили а после победы я прям горю надо пойти в город и кого-нибудь трахнуть ну или хотя бы морду набить черт возьми у вас все таки получилось не знаю что это значит для меня но скоро выясню здравствуйте два месяца спустя простите что долго не выходила на связь пришлось решать массу проблем вы были главной движущей силой изменений произошедшие в моей стране и потому конечно же имеете право узнать о всех подробностей благодаря вам отец успел вернуться в столицу и предотвратить военный переворот после того как вы устранили полковника фошо намеревавшиеся примкнуть нему командиры батальонов попытались бежать из страны отец принял меры чтобы никто из них не ушел нам все еще не удается навести порядок в аджане закончив работать на вас майор незаметно покинул страну однако его боевики никуда не делись легион распался на множество бандитских отрядов и продолжит терроризировать местное население армия уверенно одерживает успехи в уничтожении банд легиона но день когда мы окончательно искренним зло присоединенное на нашу землю мани майором еще не близок кран шьен пострадал не только от войны но и от эпидений крашеного бешенства ужасная болезнь охватила всю нашу страну сообщая даже о вспышках других частях света восс объявила это пандемии каждый день выступает с новыми путанами противоречивающими друг другу рекомендациями а люди тем временем продолжают умирать но мы не успели дави доктору принести разумеется ни в чем в этом вы не виноваты я виню саму себя за то что слишком много думала лишь о спасении отца и агран шьоне слишком поздно поняв что мы имеем дело с угрозой мирового масштаба слова об угрозах для здоровья до меня дошли пугающие вести что кто-то ставит над нашими людьми эксперименты пичка их боевыми стимуляторами похоже что это бестын беспринципные люди в ландсбахе создали там какую-то белую лабораторию по созданию супер солдат разумеется я не ожидал от вас что вы займетесь такой проблемой и все же жаль если кто и мог бы разобраться супер солдатами так это вы но я не нашел и я улики собирал но не нашел да где эта лаборатория но в череде мрачных событий выпавших на долю аджане был и луч света судьба маман лиан и мистера чимуренги их союз принес радость в сердцах многих они уже заняты планирование следующего карнавала в панта грюэли и намерены сделать из него праздник мирового класса гостям обещают напитки танцы фейерверки и почетный караул из девушек макис для поддержания порядка уверена их форма форма вам понравится она весьма эффектно но довольно о наших бедах мне рассказали что один весьма необычный зеленый алмаз названный гордостью аджане был недавно продан за 55 миллионов долларов продавцом был некто по имени биф эпскот причем рассказывает что все вырученные от прожж деньги он вложил в покупку новые яхты роскошной штаб-квартиры для своего агентства наемников и в новую социальную сеть мэркспейс я вне себя от возмущения вы его знаете этот алмаз наше до стоять национальное достояние его музея в город музее гранш йона ему место в музее гранш йон однако меня уже зовут другие дела друг мой скажу напоследок еще лишь одно мне сообщили что красон сатьяга пошла под суд а на суде вы предоставили неопровержимые доказательства ее вины мне было чрезвычайно приятно узнать что ее признали виновной в совершении военных преступлений что корпорации адонис теперь грозят судебные иски и финансовый крах представляю каким ударом по вашей репутации стала бы выиграй она это дело уверена теперь у вас есть еще больше связи а значит еще больше возможностей делать добро в вашем уникальном стиле от всего сердца желаю вам в этом удачи а юрио мы сделали это не идеально как бы мы не убили этого немца да с его армии универсальных солдат не смогли остановить эпидемию но за 7 дней собрать нереально было надо было заставить получается разрешите и убивать дальше и когда бы она нашла антидот тогда ее завалить ну и с легионом не поят непонятно то есть по идее тогда получается если бы я всю карту зачистил тогда бы им не пришлось бы с легионом воевать или как там всего осталось два или три места где был были еще отряды легиона непонятно любом случае мы молодцы всем спасибо за просмотр и увидимся следующей игре до скорых встреч